13.06 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». В студии Анна Лапшина и мой сегодняшний гость, руководитель Центра поддержки НКО, член региональной общественной палаты Олег Ткачев. Добрый день. Добрый день. Да, тем у нас много. Начнем, наверное, с последней, самой важной информации о том, что авиакомпания «Победа» покидает Кировскую область и прекращаются полеты в Москву и Петербург. В Петербург с 20 января, в Москву с 1 февраля. Появилось вчера. Изначально на сайте авиакомпании «Победа» не было рейсов до Москвы, начиная с 1 февраля. Журналисты начали задавать вопросы. Ну и, собственно, к вечеру вчерашнего дня выяснилось, что региональные власти и представители авиакомпании не договорились о продолжении совместной деятельности. И кировчане лишаются возможности летать рейсами «Победы» в Москву и Петербург, в наши две столицы. Ну, до подробностей, собственно говоря, первая такая оценка. Ну, это очень грустно. Но, с другой стороны, мне кажется, что должны договориться или с представителями этой авиакомпании, или с представителями другой. На самом деле, горизонтальные связи между регионами отличаются уровень интегрированности региона в различные процессы, в межрегиональное распределение работы, обязанностей, то есть мобильность людей. Безусловно, перейсы нужны в соседние регионы, в те регионы, с которыми Кировская область желает наиболее тесно интегрироваться. Будет облегчен проезд, пролет наших людей до соседних регионов, будет динамичнее развиваться наш регион, будут укрепляться связи. По сути, я понимаю мнение нового руководства аэропорта по выравниванию условий для различных авиакомпаний, то есть, как известно, до 80%... Ну, это, да, говорилось в вчерашнем пресс-релизе от областного правительства, что Победа имела скидку 80% на обслуживание... Я понимаю эти резоны, но вместе с тем необходимо договариваться, переговоры идут, до чего договорятся с этими авиаперевозчиками или с другими, то есть, пока еще какой смысл угадать. Я надеюсь, что в каком-то объеме рейсы возобновятся, пусть это будет справедливо, главное, чтобы люди имели возможность летать, могли мобильно перемещаться из одной точки страны в другую, и чем больше будет таких возможностей, тем наш регион будет более сильно, мощно интегрирован, представлен. То есть, здесь же и вопросы инвестиционной привлекательности, прочее-прочее. Ну, мы же понимаем, да, что авиакомпания Победа, она летает не из всех городов России в столице. Ну, да. Да, и я так думаю, что особые условия у них были не только в Кировской области. Я так думаю, что по перевозкам в федеральном округе. Ранее была программа... ПФО? Авиаперевозок в ПФО, да. Да, авиаперевозок в ПФО, и это как бы наследие ее... Нет, Победа к этому не имеет отношения, насколько я понимаю. То есть, в общей программе принимались какие-то аналогичные, точечные договоры с тем, чтобы обеспечить эту общую программу. То есть, была такая волна. Вот, на этой волне, там, в том числе и эта авиакомпания, там, заключила вот это предыдущее соглашение. Сейчас эта волна идет существенно на спад, но необходимо изыскивать ресурсы и договариваться. То есть, и понятно, что в нашем дотационном регионе изыскать эти ресурсы на помощь авиаперевозчикам, вот это крайне проблематично, крайне сложно, но искать надо, потому что это одни из основных вопросов интеграции нашего региона в окружающую жизнь. Олег, еще такой вопрос. Вот, ровно неделю назад мы в этой студии разговаривали с Романом Китовым, вице-спикером законодательного собрания. Тогда как раз появилась новость о том, что сокращается значительно количество городов, которые летают, летают самолеты из нашего региона, да, из аэропорта Победилова. Речь шла как раз о городах Приворского федерального округа, то есть связано это было с тем, что закрывается региональная программа ПФО, становится эта программа региональных авиаперевозок федеральной, насколько я понимаю. Вот, и Роман говорил о том, что в принципе особо переживать не стоит, есть Победа, которая летает в Москву и в Петербург, вот, и наш аэропорт в любом случае будет востребован, потому что самые наполненные рейсы – это рейсы до Москвы. Прошла неделя, выясняется, что рейсы до Москвы отменяются, к сожалению, большому тоже. Остаются саратовские авиалинии, остается перевозчик Руслайн, но я специально вчера зашла на Скайсканер, это один из агрегаторов, предлагающих покупать авиабилеты по максимально выгодной цене, посмотрела цену на февраль. Я не знаю, связано это с уходом Победы гипотетически москировать или нет, но на февраль рейсы стоимость их следующая. Там есть два или три дня, когда, возможно, из Кирова до Москвы добраться за 3,5-3 600 рублей, это в одну сторону билет стоит. Есть, по-моему, два или три дня, когда билет стоит 5,5 тысяч, все остальные дни билет от 7 до 13 тысяч рублей в одну сторону. То есть фактически мы приходим к тому, от чего мы уходили в свое время. Билеты до Москвы и возможность добраться на самолете до Москвы, это возможность, доступная очень узкому кругу жителей Кировской области. То есть студента сразу нет, какие-то люди, которые позволяли себе съездить в Москву на выходные, тоже нет, потому что никто не будет платить такие деньги. Понятно. Ну, понимаете, тут ведь трафик стимулирует трафик. То есть если за несколько лет люди привыкли летать, то есть привыкли к такому вообще средству передвижения, мы помним, что по одно время на аэропорту были совсем плохие времена, и авиасообщение не осуществлялось. То есть потом эти времена как-то прошли, вот появилась там региональная программа, появились какие-то прямые договоры с авиаперевозчиками, люди посмотрели. Я помню, первые рейсы там был один-два человека. Первые рейсы докуда? Да, до той же Москвы. То есть когда вот только-только аэропорт начинал там возобновиться. Но это не победа ещё была, это были рейсы достаточно недешёвые. Да. То есть люди там иногда с усмешкой, там, да кто же летать-то будет, да это же вроде как бы на поезде проще. Но потом всё это развивалось, и трафик стимулирует трафик. Когда люди привыкли использовать этот вид передвижения, их стало больше. Стало хватать пассажиропотока и на то, чтобы запускать и не только дешёвые рейсы, и дешёвые рейсы, и разные рейсы. То есть если бы вот этот трафик поддерживать, то есть рано или поздно он бы развился. И в принципе, ну это законный рынок. Хватало бы всем, ну то есть здесь вопрос уже для экономистов, то есть считать, что выгоднее и как выгоднее, там, с какими инвестиционными издержками, там, входить, стимулировать и прочее. То, что бы хватало всем, может быть, может быть, имеет смысл поддерживать, там, дешёвый трафик, там, для одних целей, потому что он стимулирует, там, более дорогой трафик, там, для других целей, там, с помощью других средств. Ну, я говорю, я не специалист, там, в этой теме, но это общая законная рынка, вот, и мы понимаем, что когда количество, там, связей, там, уменьшается, то, там, веселяет и жизнь постановится. И, там, инвестиции в Кировскую-то область, если до неё быстро... Падает инвестиционная привлекательность региона, раз. Да. Ну, то есть, какому предпринимателю, если нет возможности быстро, там, в течение двух часов, там, долететь до, там, объекта, расположенного в Кировской области, и, там, какому предпринимателю интересно, там, допустим, присутствовать своими инвестициями в Кировской области, вот, если из всех возможных, там, доступных способов передвижения, это, там, 12 часов на поезде, там, самый ближний, там, край. Вот. Было очень интересно и было очень удобно, когда до любой точки Переволожского федерального округа можно было, там, долететь на самолёте по вполне, там, доступным ценам. То есть, мы, там, зачастую пользовались. И занимало это полтора-два часа? Да. И занимало это полтора-два часа вместо того, чтобы ехать через Москву, там, с пересадками, там, на поездах и тратить, там, сутки-двое. Ну, вот. Сейчас эти возможности уменьшаются. Ну, вот, я бы говорил о сохранении возможностей, в первую очередь. Какими средствами это достигать? Это, ну, в первую очередь, это вопрос к экономисту. Олег, тут ещё вот какой вопрос на самом деле. Если мы говорим о возможностях, ну, гипотетических возможностях регионального бюджета каким-то образом стимулировать авиаперевозчиков приходить в Киров и оставаться в Кирове, работать в Кирове, насколько это допустимо? Потому что вчера, ну, не секрет, там, тема с уходом Победы, она очень широко обсуждается в социальных сетях. Вчера было высказано мнение, что недопустимо из бюджета поддерживать небольшую достаточно прослойку жителей Кировской области, которые хотят летать. Недопустимо. Потому что летает ограниченное количество людей, а деньги бюджетные, они общие. Так, ну, вот, опять же, стакан наполовину пустый или наполовину полный. То есть, я бы воспринимал это действительно как инвестиции. В привлекательность области. Да, в привлекательность области. То есть, привлекательность области, ну, мы знаем, что у нас вот из громких проектов достигаются там разными способами, там, и дома раскрашивают в дынку, и прочее, там, вот, а там, грубо говоря, шаговая доступность региона относительно, там, ближайших центров экономического развития, вот, это, ну, другой способ, там, презентации и развития региона. И в это тоже надо вкладывать деньги. И в это тоже надо вкладывать деньги. Я согласна. Давайте сделаем небольшую паузу и вернемся. Возвращаемся в эфир. Программа «Особые мнения». Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член региональной общественной палаты у нас в гостях. Я Анна Лапшина. Мы продолжаем. Немножечко недоговорили про авиаперевозки. Я бы хотела задать еще вот такой вопрос. В случае, если все-таки не удастся региональным властям договориться с авиакомпанией «Победа», чтобы она осталась в Кирове, в случае, если не заинтересуем мы какие-то авиакомпании в том, чтобы они взяли на себя обслуживание рейсов не только до Москвы и Петербурга, но и до других центров, какая судьба ждет наш аэропорт? Все-таки аэропорт – это объект, в который вкладывались бюджетные деньги, немалые бюджетные деньги. В свое время там тоже вызывало это много споров, нужно, не нужно. Если количество рейсов сокращается, сокращается пассажиропоток, это становится неинтересным никому, кроме узкой прослойки пользующихся людей, что будет с объектом? Ну, услуги этого объекта, они подорожают для оставшихся, и рано или поздно эта цена будет запредельно дорогая, даже для тех, кто по бизнес-ценам готов летать. Один-два рейса в неделю обслуживать, а для этого содержать громадную инфраструктуру, это, конечно, вся тяжесть обслуживания вяжет на оставшихся. Пассажиров? И пассажиров, и авиакомпании, и пассажиров, соответственно. И я думаю, что через некоторое время и эти авиакомпании просто уйдут. То есть есть риск такой, что наш аэропорт просто рано или поздно закроется? Есть риск такой, что рано или поздно этот объект прекратит свое существование, как и многие другие, и мы превратимся в окончательно захолустный городок. И медвежий угол. Да, и медвежий угол, куда не добраться просто так. И откуда студенты и выпускники школ бегут со страшной скоростью в гранат, откуда летают самолеты? К большому сожалению, да, есть такой риск. Хорошо, переходим к другим темам, наверное, все-таки к темам, которые немножко ближе Олегу по его профессиональной деятельности. Давайте немножко поговорим об итогах визита в наш город секретаря общественной палаты России Александра Бричалова. Состоялся он на прошлой неделе. В конце Александра Бричалова приезжал, я так понимаю, одной из основных целей было посещение Орловского интерната. Но тем не менее, потом они встречались еще и с общественниками, были разговоры. И вот как преподносят это наши кировские СМИ, одна из важных тем, которая возникла и которая была такой дискуссионной, это необходимость и нужность общественных советов при органах власти. Если, опять же, я верно понимаю, Александр Бричалов несколько скептически относится к их необходимости. Говорит о том, что, собственно, помимо общественных советов есть депутаты муниципальные, есть непосредственно руководители органов власти, с которых жители имеют право требовать. Зачем общественные советы, зачем городить огород, зачем какие-то лишние люди, лишние прослойки? Что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что Александр Бричалов ошибается в этом своем мнении. Да, действительно, есть депутаты, есть муниципалитеты, органы местного самоуправления. Да, действительно, в их полномочиях лежит много. Но функция общественных советов – это не только быть прослойкой между властью и рядовыми гражданами. Собственно говоря, это интеграция общественно активных людей в жизнь общества, в жизнь сообщества, местного, регионального. Это повышение информированности гражданских активистов, представителей некоммерческих организаций. Вовлеченность в процессы и в процедуры принятия решений. И это очень важно. Это очень важно, может быть, не только и не столько для решения конкретных вопросов. Если мы будем разговаривать о количестве ямок на дороге, то есть куча разных и ведомств, и контрольных, и исполнительных, и карательных, которые должны бы этим заниматься. Зачем можно привлечение общественности к этому? Зачем? Ну, собственно говоря, для того, чтобы повысить компетентность общественных институтов. Это задача институциональная. Мне кажется, что Александр Бричалов или недопонимает, или преуменьшает значение институциализации различных процессов в обществе. На мой взгляд, это очень важно. То состояние нашего общества, где представители общественности, представители инициативных групп граждан имеют некое количество энергии, и имеют желание куда-то приложить, и имеют желание узнать какую-то информацию, новую для себя, обработать ее, и эту энергию необходимо использовать. Необходимо использовать... В мирных целях? Ну, да, в мирных целях. Но вообще, на самом деле, ведь это же тоже задача государства. Ну как? Чтобы недовольные, активные люди были вовлечены в процессы, работающие на благо общества. Сейчас не только про канализацию... Негативной энергии. ...недовольства. Так. А про то, что, опять же, необходимо инвестировать в определенные социальные отношения. То есть, социальные отношения необходимо выстраивать. Необходимо придумывать разные каналы получения информации, подачи обратной связи от лиц, принимающих решения до активной общественности. Любую низовую активность надо поощрять. Но при этом ее желательно встраивать в существующие процессы с тем, чтобы усиливать какие-то позитивные тенденции. Если есть такая возможность, то это надо делать. И мы видим, что федеральная политика, она говорит именно об этом. То есть, смотрите, когда при принятии федеральных законов мы видим, что общественным советам даются новые полномочия, новые функции по мониторингу или социальных услуг, или еще какие-то. Приезжает секретарь общественной палаты и так скептически говорит, да зачем это все надо? Не нужно развивать эти общественные советы. Извините, а что нужно развивать? Связь с депутатами отлично, никто ведь не отказывается повышать внимание к представительным органам местного самоуправления, к представительным органам власти. Вопрос как? Помните, может быть, во времена губернатора Белых, извечный вопрос. Вы мне покажите, где можно взять, и от кого отрезать. Это когда мы решали, где взять денег. Да, там любая проблема упирается в это самое отлично. Вот бюджет скудный, от кого надо отрезать, чтобы направить деньги вот сюда, на решение конкретной проблемы. И вот этим встречным вопросом власть затыкала, ну абсолютно там могла заткнуть любую инициативу. Потому что люди не знают. Но это сложное решение. Так вот, чтобы разговаривать на этом языке, нужно быть информированным, нужно присутствовать. При принятии решений нужно иметь доступ к документам, нужно смотреть и оценивать, а как принимаются решения в органах власти, а из чего состоит бюджет. То есть нужно постоянно находиться в этом процессе. То есть у членов общественных советов такие полномочия есть? Ну да. То есть те общественные советы при органах государственной власти, которые созданы, собственно говоря, у них есть такая функция, они напрямую спрашивают со своего ведомства, они вправят получать информацию и задавать вопросы по своей сфере деятельности. Олег, а мы можем назвать, наверняка ведь вы все-таки наблюдаете, анализируете эту ситуацию, и в Кировской области какие советы при органах государственной власти наиболее активно работают? При каких ведомствах? Ну я понимаю, сложно, да? Это сложно, знаете, с какой точки зрения. Советы более-менее собираются. Что считать работой? Процесс получения информации? Информация получается. То есть представители в общественных советах по профилю своей деятельности получают и могут получать массу информации. То есть люди находятся в активном процессе получения этой информации, анализа ее, и думают, а что теперь с этим счастьем делать, куда все это прилагать? Чтобы вот так вот сказать, что да, вот этот общественный совет уже научился и уже эффективно использует все возможные полномочия и компетенции, пока такого я бы так не сказал, что все общественные советы. Общественный совет при ФСИН, Федеральной службе исполнения наказаний, есть ведь такой? Есть. И давно, кстати, работает. И давно работает. Ну это как бы при федеральном ведомстве, там, во-первых, у них свое положение, там, и своя, там, структура, там, свои особенности формирования, это, да, немножко не те общественные советы, про которые, там, говорится о работе на уровне, там, региона. То есть общественные советы бывают, во-первых, разные. То есть бывают созданы при региональных органах власти, то, что при нашем каждом региональном министерстве созданы общественные советы, и им от имени правительства, там, Кировской области делегированы некие полномочия по контролю за региональными. И есть при федеральных ведомствах. Есть федеральные, а есть муниципальный уровень. Там, где общественные советы, на муниципальном уровне, это, там, советы поселений. То есть там каждой твари по паре, образно говоря. То есть там и пожилые, и молодежь, и там, все-все-все. Есть средства общества. Да, нет какого-то конкретного, конкретной выборки, там, профильных организаций, но присутствуют все, и ровным слоем, как бы, про все вопросы. Есть общественные советы при конкретных учреждениях, которые, там, занимаются наблюдением за деятельностью, там, именно, там, одного учреждения, вот, за правильностью расходования средств и так далее. Это тоже общественные советы, там, наблюдательные советы. То есть это, вы понимаете, вот, создается и трудно, там, с кровью, там, с потом. Вот. Но эта система, она, там, худо-бедно, она выстраивается. Сколько лет надо на то, чтобы она эффективно заработала? Я думаю, много. И тут громче. Сколько? Много? Пять? Десять? Здесь, если эта система даже будет работать, что люди будут приходить, узнавать информацию, отходить в сторону, и, там, владея навыками получения информации, зная, как работают государственные органы, использовать это в своей общественной деятельности, это будет само по себе ценно. Вот. А не только, что вот мы создали общественные советы для того, чтобы сказать власти, как надо работать. И ожидаем, что вот это будет панацеей, и вот именно вот эти вот советы научат власть работать. Не научат. Не научат. То есть вот с этими иллюзиями, там, надо побыстрее расстаться. Общественные советы не научат власть работать. То есть общественность не научат профессионалов, те, которые на профессиональной основе, там, полный рабочий день, там, работают над решением, там, каких-то конкретных совершенно задач. То есть любители всегда будут проигрывать профессионалам. Но деятельность этих любителей необходимо поощрять, чтобы они своей энергией, способностью аккумулировать мнение людей, там, перерабатывать и подавать, то есть выступать в качестве канала информации, в том, чтобы они были, или, они могут быть или помощниками, там, той же власти, или мешать. Надо, чтобы помогали. Сделаем небольшую паузу на рекламу и вернемся в студию. Особое мнение продолжается в студии Анна Лапшина и мой сегодняшний гость, руководитель Центра поддержки НКО, член региональной общественной палаты Олег Ткачев. Олег, еще про общественную деятельность и наблюдение за работой органов власти. Помимо того, что вы член региональной общественной палаты, вы еще и член общественной наблюдательной комиссии по контролю за местами. Честно говоря, вот аббревиатура ОНК, а дальше расшифровка очень длинная, там, название у комиссии. За местами принудительного содержания, то есть тюрьмы, колонии, следственные изоляторы и так далее. Насколько эффективна деятельность ОНК в Киевской области? Тоже вы не первый год там? Да, ну, деятельность эффективна, то есть, по крайней мере, в СИН там серьезно прислушивается. Федеральные службы исполнения наказаний, ведомство, которое контролирует как раз тюрьмы, колонии и прочее. И организует работу в них, собственно говоря, и содержит, то есть, это государственная структура, которая там исполняет наказания. Деятельность ОНК может быть еще эффективнее. То есть, ну, как вам известно, там недавно был новый созыв ОНК. Сменился председатель. Сейчас только все прирабатываются, не без проблем, но идут посещения. С точки зрения, там, эффективности, там, что считать эффективностью? Ой, сложный вопрос. У нас пенитенциарная система в стране, вообще, в принципе, она декларируется одни цели, то есть, исправление, реинтеграция, там, вот этой категории граждан, там, совершивших преступления, там, правонарушения. А по факту, что получаем? По факту, совсем, ну, с точностью до наоборот. И это особенности вообще в целом системы. То есть, невозможно сказать, что, как бы, вот у нас в регионе вот так вот работают, там, невозможно все списать на эксцесс исполнителя, в какой-то колонии, там, невозможно все списать на эксцесс исполнителя. Бывают вопиющие случаи, там, как мы наслышаны по федеральной, там, повестке. Это мы сейчас про Эльдара Дадина говорим, да? И про Эльдара Дадина, и про другие, то есть, там, масса фактов по стране, там, вот. Вот, но это, как бы, вот это, вот эти инциденты, они наглядно иллюстрируют общую картину. Вот, на самом деле... То есть, так везде происходит? Просто какая-то часть людей выносит это все в паблик, а какая-то часть людей молчит? Зачастую, да. Вот, но я еще раз повторюсь, это общие особенности системы. В службе исполнения наказания есть много, там, замечательных, там, профессионалов, там, честных, там, людей. Вот, но, к сожалению, вся система работы, вся система работы, она не направлена на то, чтобы, там, решать декларируемые, там, цели. Ага. Вот, если так грубо и утрированно, так вот, ну, объяснить и перевести, собственно говоря, Эта система, которая есть, она рассчитана на класс людей, совершивших, там, правонарушения и преступления, ну, скажем так, лимпинизированную часть общества, то есть, вот те средства и методы, которые, там, культивируются, поощряются, там, подразумеваются, они работают в отношении, там, некой лимпинизированной части общества, разболтавшейся, расхлядывавшейся, без дисциплины, без всего, и... Которым нужна твёрдая рука? Да, которым нужна твёрдая рука, и, попав, там, в места заключения, там, вот, есть жёсткий режим дня, вот, есть жёсткие требования, там, в том числе, там, пуговички все должны быть на рубе застёкнуты, вот, если нет, то штраф, наказание и так далее, вот, слом, собственно, там, как бы, злой воли, вот, вот, почему-то считаются у нас одной из целей, то есть, человек, попадая в эту систему, первым делом система пытается сломать его волю, вот, и это очень печально, то есть, нигде не поощряется, там, я не видел случаев поощрения, чтобы у человека поощрялась какая-то, там, воля, инициатива, вот, в местах заключения. Это было бы оправдано, если бы мы говорили только, вот, о той части общества, где присутствует только лишь злая воля, но по факту мы ведь видим, что много людей, попавших за решётку, там, преступления и правонарушения, там, сделаны по неосторожности, там, по глупости, по недосмотру, там, экономические преступления, вот, нужно ли к этому другое отношение? Конечно, это больше, вот, можно списать, что это задача тюремных психологов, там, разбираться... У которых есть психологи? Конечно. Вот, разобраться, там, с типом... Личности. Личности и... Заключённого. Да, и какую-то адекватную, там, ему, там, программу реабилитации. Мне кажется, никто не будет этим заниматься. Почему? Этим занимаются и проходят, там, во всем проходят и конференции, и межрегиональные конференции на эту тему. То есть на каждого конкретного заключённого хватает времени? С каждым конкретным заключённым, там, беседуют, там, психологи составляют, то есть, там, на каждого заключённого, там, там, есть дело, там, в папочку подшиваю и психологический портрет, вот, но... А дальше-то, дальше-то что с этой папочкой происходит? Так, в том-то и дело, что, в том-то и дело, что, вот, при том объёме, при том количестве людей... Которые содержатся. Которые содержатся. Все вот эти рекомендации, они достаточно стандартные, то есть... Тут построже, здесь ещё строже. Вот набор критериев, он регламентирован, там, правилами внутреннего распорядка, там, законодательством, которое регулирует деятельность, там, ВСИН, которое регламентирует, там, содержание, там, заключённых, вот, там есть чёткие формулировки, и за пределы этих формулировок, там, обычно, там, редко когда выскакивают, вот, эти формулировки, они куцы, они не подразумевают каких-то индивидуальных решений. Вот, и получается так, что, ну, вот, последний случай, федерально известный, там, где женщина, которую осудили за репост... Это мы про Евгения Чудновец сейчас говорим, да? Да, да, да. То есть она получила там... Воспитатель детского сада, который получила 6, а потом, по-моему, сократили до 5 месяцев заключения, да, за репост видео с издевательствами над ребёнком. Да. Причём она, она писала возмущённый совершенно, как я понимаю, комментарий к этому видео. Она писала возмущённый комментарий, вот, и, там, просила, там, найти этих людей, наказать их, что ж они делают такое, вот, но по факту она... В итоге пострадала сама. Да, стала распространителем этого гнусного видео и пострадала сама, то есть и получила реальный срок, вот. И, когда попав, там, вот в эту систему, когда из-за низкой температуры она прикрыла, там... Многие одеялом, да, на Медузе была статья. Да, то есть она получила 5 суток карты, когда спросила, там, а за что... 15, по-моему, 15 она получила. Ей добавили, за то, что она... Задала вопрос. ...удивилась, за что такое, там, резкое, жестокое наказание. Понимаете, как бы, вот человек, ну, можно сказать, там, невиновный. Ну, я считаю её невиновной, по сути, по духу закона. Ну, если не по букве, то по духу. Потому что мотива, мотива нарушать закон у человека не было. Да, да, да. Она, наоборот, была на той стороне... На стороне правды. Правды. Если говорить несколько пафосов. И попав туда, вот, система начала её ломать. То есть незначительнейшее, там, нарушение, но формально это нарушение. То есть в правилах внутреннего распорядка там много чего написано, в том числе и как бы... Человек, который попадает первый раз в эту систему, он действительно не знает, как себя вести. Система жестоко наказывает. И система жестоко ломает. Система сразу даёт понять, что любые, да, действия, даже те, о которых ты не думаешь, что ты этим нарушаешь, там, какую-то систему, они являются предоставленными. Надо спросить разрешение. Надо поступать так, так и вот так. То есть надо полностью подчинить свою волю, там, системе. Надо глаза в пол, там, со всем соглашаться. О каждом действии, там, даже самом незначительном. Можно ли присесть на койку? Вот. Нельзя. Там, там, от восхода до заката, то есть от момента пробуждения, нельзя. Вот. То есть любое нарушение должно быть зафиксировано, там, и будет чёткое, жёсткое наказание. Вот. Задать вопрос... Но ведь это, правда, очень жестокое наказание. Это жестоко. Ну вот, я и говорю, что вот у нас такая система. Олег, но вот общественные-то наблюдательные комиссии работают уже не первый год. Неужели нельзя как-то повлиять? Общественные наблюдательные комиссии много проблем. Много проблем, вот, неурегулированных с законодательной точки зрения. Да, да. Там, вот, вся вот эта вот формалистика и казуистика, вот, в том-то и дело, что она осложняет работу. То есть это не... Хотелось бы, что вот как проще. Хотелось бы думать, что вот пришли наблюдатели, посмотрели. А, я-яй, сказали, и сразу все исправились. Так не бывает. Большинство мнений, там, наблюдателей, которые там заходят, потом получаются, там, официальные, там, ответы, что формально ничего не нарушено. Формально, там, руководство, там, учреждение было право, применив такое-то, такое-то наказание. Формально, да. А неформально. Вот, понимаете, вот здесь вот законы справедливости, они зачастую противоречат, там, интересам системы, то, как система уже даже не по чьей-то злой воле, то, как она функционирует по своей сути. Вот, получается, что у нас общество и система – это две противопоставленные вещи между собой. Да, и люди, которые находятся длительное время в заключении, они выходят в это же самое общество. Измененными. Измененными и совершенно неадаптированными к этому обществу. Хотя задача стоит как раз. Задача стоит адаптировать их к жизни в обществе. Я не понимаю, как можно адаптировать их к жизни в обществе, отрицая, там, некие, там, универсальные общественные ценности. Вот, ломая людей и заставляя их действовать по шаблону, ну, то есть принуждая их, там, к полному подчинению. Вот, то про те люди, про которых эта вся система работала, то есть люди со злой волей, ну, скажем так, неисправившиеся, там, закоренелые преступники, там, обладающие, там, большим потенциалом, которых, там, имело бы смысл ломать и доказывать им, что так, будь это самое... Либо будешь послушным, либо будешь послушным, либо не выйдешь отсюда никогда. Ну, не только не выйдешь, а когда выйдешь, ты должен быть послушен обществу и выполнять правила и законы этого общества. Это единицы, и вот людей со злой волей, их не так-то просто сломать, вот. А в основном ломают, там, людей, которые не настолько злостные, не настолько болевые. Общественники, Олег, как-то могут повлиять на эту ситуацию? Могут повлиять только контролируя, там, в ограниченном объеме... По большому счету ОНК, вот в этих конкретных ситуациях, может сделать следующее. Эту историю, которая стала достоянием, скажем так, да, отдельных членов общественной наблюдательной комиссии, которые пришли, поговорили с заключенным, узнали о нарушении его прав, ну, по крайней мере, его человеческих прав, да, если мы об этом говорим, они могут эту историю вынести на обсуждение более широкой общественности, и максимум, чего они могут добиться, это какого-то взыскания в отношении начальника учреждения. Или конкретных виновных действий. Ну, смотрите, государственная система работает таким образом. То есть, если приходит сигнал и становится, там, известно о каких-то противоправных действиях сотрудников, там, или бездействий сотрудников, то система, конечно, реагирует. Насколько, как бы, четко, жестко, там, неотвратимо, это другой вопрос. Исправляются ли они? Ну, да, есть такой опыт, там, где чаще посещают, там сотрудники остерегаются, там, поощрять какой-то там полный беспредел. То есть, выход только один, на самом деле, да? Повышать гласность, повышать открытость. Повышать образованность членов каждой общественной наблюдательной комиссии в каждом регионе. Не только членов. Активность. Не только членов. Вот через членов общественной наблюдательной комиссии повышать уровень грамотности, культуры и, там, правосознания, там, работников СИН, а через это повышать их меру ответственности за предпринимаемые ими действиями, чтобы они четко знали, что любое допущение, которое они в закрытом режиме могут себе позволить, рано или поздно выплывут, и лучше так не делать, лучше не нарушать закон. Другой вопрос, что и законы-то как бы не всегда справедливы, и сложно разобраться, но это уже вопрос к законодателям. Не ОНК уже решает это? Почему? Задача ОНК вытащить проблемные вопросы и в том числе поставить перед законодателями. Буквально завтра будет заседание комиссии по развитию гражданского общества, на котором будут рассматриваться наши мнения. Общественной палаты Кировской области по запросу о поправках законодательства, касающихся как раз и норм содержания, и доступа к наблюдателям, и возможности наблюдателей фиксировать события за решеткой. Там много разных поправок, инициированы в частности Советом по правам человека при президенте. Некоторые из них выставлены на обсуждение. Ну, собственно, по итогам завтрашнего заседания, я думаю, что мы созвонимся, и будет какая-то возможная информация. Там понятны основные мнения тех людей, которые ходили, видят и знают. То есть, там мнения понятны, просто сейчас это все собрать, упаковать, обсудить друг с другом, как это сформулировать. Передать в общественную палату Российской Федерации, от имени общественной палаты Кировской области, чтобы наше мнение, плюс мнение из других регионов, которые тоже там пойдут, легли в основу для обсуждения уже на законодательном уровне. То есть, поправки-то будут... На уровне Государственной Думы уже? Да. Поправки-то будут выноситься? Вопрос, как, в каком виде? Понятно. Времени, к сожалению, у нас практически не остается. На этом прощаемся. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО, член региональной общественной палаты, член общественной наблюдательной комиссии был у нас в эфире. Яна Лапшина, до свидания. До свидания.